Харви Спектр против Дона Дрейпера. Кто из этих мужчин более стильный, об этом вы узнаете в сегодняшнем видео. Первый раунд, игра часами. Итак, первым идет Харви Спектр и его 5004P хронограф. Итак, это красивые часы. У них платиновый корпус и черный кожаный ремень. У них фиксированный безель. Есть календарь, который можно настраивать вручную. Сапфировое стекло 37 миллиметров. Также есть фазы Луны и индикаторы день, ночь. В общем, неплохие часы, которые продаются по цене в 350 тысяч долларов, ну плюс-минус пару центов. Дон Дрейпер, ЖЖ Лекультер, Мемовокс Тукседа Диал. Если это более ранняя версия, то у нее механическая заводка. Более поздняя заводится автоматически. Но эти часы уникальны, потому что это одни из первых, у которых появился будильник. И если вы хотите купить их сейчас, то придется заплатить 10 тысяч долларов. Далее мы видим еще одни же ЖЖ Лекультер. В этот раз Голд Реверса Классик. На первый взгляд Реверса выглядит как очень простые квадратные костюмные часы. Но у них на самом деле интересная история. В 30-х годах игроки в поле возмущались тем, что их часы вечно ломаются. Стекло постоянно трескалось. И так им в голову пришла мысль, а что если мы перевернем их металлической стороной вверх, чтобы часы не ломались, когда ты занимаешься грубым спортом. Сегодня есть много различных моделей Реверса от пары тысяч долларов до почти 30 тысяч долларов. Какую модель носит Дон Дрейпер, я думаю, что у него что-то попроще. Это просто как символ статуса. Что-то, что он смог бы надеть с кожул нарядом и при этом выглядеть хорошо. Далее, в четвертом сезоне мы видим, что Дон Дрейпер уже носит Ролекс Эксплорер. Интересны не сами часы, а тот факт, что Дон Дрейпер носит их в 1964-м. Многие эксперты могут сказать, что это невозможно, чтобы американец мог иметь пару этих часов, потому что они только появились на рынке. Но вот в чем суть. Дон Дрейпер работал с Ролекс, и ему нравились часы. Поэтому он мог воспользоваться этой ситуацией. Но да, скорее всего, это ошибка. Давайте не будем забывать про Омега Симмастер Девил, который Дон Дрейпер носил в пятом сезоне. Относительно всех остальных часов, о которых мы сегодня говорили, эти совсем недорогие. Их цена до 2000 долларов. Они, кстати, одни из наиболее функциональных часов. Они сделаны для того, чтобы с ними нырять или находиться в воде. Они также нравились бизнесменам за их внешний вид. Они функциональны и относительно доступны. Первый раунд я отдаю Дону Дрейперу. Да, у Харви крутые часы, но Дон более разнообразный, и мне нравится его стиль. Раунд два. Опрятность. Первым разберем Дона Дрейпера. Классическая прическа на бок и гладко выбритое лицо. Большую часть времени он безупречен. Кстати говоря, Дон любит выпить и много курит. И когда дело касается опрятности, то иногда он упускает это из виду. Этот эффект использовался для того, чтобы продемонстрировать, как низко он может упасть, когда не следит за собой. Теперь пройдемся по Харви Спектру. У этого парня все, что касается опрятности. Прическа и бритье все на уровне 10 из 10. Все всегда на своих местах. Он ни разу не упустил мяч ни в одной из серий, потому что он прекрасно понимает всю силу поддержания имиджа. Кто выигрывает этот раунд? Дон Дрейпер – человек, Харви Спектр – идеал. Третий раунд – повседневная одежда. Первым пойдет Харви Спектр. В целом, очень хороший повседневный гардероб. Что мне нравится, так это его Хенли. Очень симпатичная рубашка. Куда более стильная, чем обычная футболка. Но мой любимый его наряд – это кардиган. Кардиган – это классический свитер с пуговицами. Это просто прекрасный свитер. Он реально делает вид мужчины более утонченным. А то, как он использует хаки, джинсы и рубашки – в целом достойный повседневный гардероб. А что насчет Дона Дрейпера? Его повседневный гардероб более формальный. Но на это есть причины. Временной период – это 60-е. Поэтому самый кэжуал наряд, в котором мы можем увидеть этого парня – это короткий поло. А если говорить о повседневной рубашке, то мы видим, что Дон тяготеет к простой белой рубашке. Многие сейчас могут подумать «О, белая рубашка!», но не в этом случае. Костюмная рубашка часто выполнена из поплина. А в повседневной белой рубашке будет использоваться Оксфорд. Более тяжелый и грубый материал, который выглядит более кэжуал при близком рассмотрении. Она отлично подходит под свитер или спортпиджак. Говоря о спортпиджаке, вот тут Дон Дрейпер выделяется. Мы видим яркие цвета и интересные узоры. Мы также видим приглушенные рисунки и цвета. Такие пиджаки можно надеть и на деловую встречу. Кто же выиграл в кэжуал стиле – очень близко, но я отдам его Дону Дрейперу. Раунд 4. Костюм. Дон Дрейпер придерживается классики и базы. И знаете что? Они выдерживают проверку временем. Этот парень может выйти из экранов 60-х, и он все равно бы хорошо выглядел в 2020-м. Простой костюм на двух пуговицах, сзади одинарный разрез, зазубренные лацканы. Некоторые скажут, что скучно, но из-за того, что костюм по размеру – классические цвета, мы можем видеть, что даже такой простой костюм идеален. И Дону это удается превосходно. Далее идет Харви Спектр, и если бы у меня было всего одно слово, чтобы описать его костюм, то это превосходство или идеал. Хочу отдать должное тому, что Том Форд тут сотворил. В действительности, если посмотреть, то можно заметить, что некоторые правила нарушены. Да, он использует однобортный костюм идеального размера, но вот эти пиковые лацканы, вы скажете, что это перебор, ну, возможно. Но это работает. Он может в нем покрасоваться, и размер подходит просто бесподобно. В этом и заключается сила, когда ты можешь взять костюм и добавить к нему экстравагантности, добавить немного спрецетуры своему внешнему виду, но костюм по-прежнему будет служить вам. А вообще мне нравится, как они показывают разницу между плохим костюмом и хорошим костюмом. Каждый раз, когда его партнеры показываются в плохом костюме, то он говорит, «Сходи к моему партнеру, тебе надо повысить свой имидж, потому что имидж это все». Харви прекрасно осознает важность того образа, который он создает, потому что люди воспринимают его всерьез, когда он заходит в офис. Этот раунд очень сложный, но я уверен, что некоторые ребята на меня могут обидеться, но я отдаю победу Харви Спектру. Пишите, что вы думаете в комментарии. Пятый раунд уверенность. Начнем с Дона Дрейпера. Этот парень многое повидал. Он прошел через Великую Депрессию, через Вторую Мировую Войну, а теперь он гендиректор в Нью-Йорке. Так что, когда дело заходит об уверенности, то он ее просто излучает. На работе его все уважают. Люди знают, кто он такой, и они уважительно относятся к тому, что он делает. Потому что он генерирует идею просто из воздуха, которая все меняет и делает клиента счастливым. Он вызывает дождь, и, конечно, не забываем про девушек. А что насчет Харви Спектра? Ему нравится считать себя самым лучшим адвокатом во всем Нью-Йорке. Он выпускник Гарварда и является олицетворением крутизны, уверенности и харизмы. Ему также нравится открывать гениев, таких как Майк Росс. И крутые фразы. Вот мои любимые. Конечно, я разговариваю с собой. Иногда мне нужен профессиональный совет. Я не манипулирую обстоятельствами, я манипулирую людьми. Не повышай голос, усиливай свой довод. Работай до тех пор, пока тебе не надо будет больше представлять себя. У меня нет мечтаний, у меня есть цели. И победу я отдаю Харви Спектру. И не потому, что у него есть эти фразочки. Просто у Дона недостаточно явный характер. Он слишком полый. Дон Дрейпер – это даже не его имя. И вот на это я бы хотел обратить внимание, господа. В своих видео я говорю много об одежде, я говорю об имидже, презентации, репутации. Но поймите, что это всего лишь тень того, кто вы есть на самом деле. Ваш характер должен соответствовать всему этому в вашей жизни. Полноценная работа, которая склеивает все это воедино, вот что имеет значение. Какую битву стилей смотреть дальше, как насчет Джеймса Бонда против Джона Уика? Я думаю, вы удивитесь, кто победит.